всем привет продолжаем узнавать что-то новое так много интересного вокруг нового неизвестного графини ди Кастильоне или просто Ла Кастильоне уроженная Вирджиния Альдаини итальянская куртизанка и фотомодель ее полное имя звучит как Вирджиния Елизавета Луиза Шарлотта Антуанетта Тереза Мария Альдаини она родилась 22 марта 1837 года во Флоренции в 16 лет вышла замуж за графа Франческо ди Кастильоне в 1855 году родила ему сына но к сожалению в детстве сын Джордж умер от оспы я цитирую википедию и какие-то материалы которые нашел в интернете переехала в Париж и вскоре стала возлюбленной Наполеона третьего кстати до того как она стала фавориткой Наполеона третьего она успела покорить совойского императора Виктора Эммануила второго и была его любовницей так она среди прочего выполняла поручение своего кузена графа Каваура это итальянские государственные деятели она выполняла поручение в частности для того чтобы убедить Наполеона не препятствовать объединению Италии в ходе франко-прусской войны она отговорила от фон Бисмарка от оккупации Парижа 1856 года она стала постоянной моделью фотографа императорского двора Пьера Луи Пьерсона Пьерсон любил снимать Кастильона в различных театральных костюмах несколько раз он отдельно снимал ее ноги фотограф только снимал именно Вирджиния выбирала позу платья декорации ракурс так что можно смело назвать графиню первой фотомодели она также занималась окончательным монтажом отправляла фотографии в печать и часто рисовала поверх них графини снималась в роскошных элегантных платьях которые она носила при дворе со временем для новых нарядов она искала вдохновение в театре древних мифах и литературе 1857 году портрет графини написал известный английский живописец Джордж Фредерик Уоттс принцесса Полина Мепон Метерних так писала о ней я словно оцепенел околдованное волшебством ее красоты у этой женщины было талия нимфы шея плечи руки пальцы до того восхитительные что казалось выточенными из розового мрамора правильные черты лица зеленые глаза и жемчужно-белые зубы наводили на мышцу перед нами Венера сошедшая Салим Ла Кастильоне отлично держала седле метко стреляла умела обращаться с хлыстом она постоянно шокировала тогдашнее общество прилюдно куря сигары или заявляясь в голом в кавычки платье на бал через некоторое время последовал разрыв с императором Наполеоном в апреле 1857 года на выходившего из дома графини Луи Наполеона напали троне неизвестных оказавшимся итальянскими революционерами связанные через некоторое жеро с находившими в эмиграции Ле Дрю Роленом степень участия графини в этом покрушении осталась неуясненной однако общественное мнение было измущено особенно недовольна была императрица Евгения император поспешил отправить графини в путешествие по возвращению с которого отношения стабилизировались но в октябре 1857 года император разорвал отношения после разрыва с Наполеоном третьим и нескольких лет пребывания в Италии графини вернулась во Францию поселилась в Пасси один из современников видевший графини в 1863 году на балу Тюэлери писал я нашел статную женщину не первой молодости с правильными чертами лица довольно длинным носом яркими красками большими глазами по мнению многих выразительными но по моему мнению поражающих только удивление что впрочем было бы весьма несправедливо потому что женщина это удивляет только других сама же ничему не удивляется платье не было белой на голове стояли черные перья похожи на павление такие еще перья покрывали плечи и падали на платье наряд поистине оригинальный уже одного такого костюма достаточно чтобы обратить на себя внимание прибавить к этому что красавица это всегда так одевается занята только своей красотой и довольно грубо обходит со всеми что несмотря на ее щегольство у нее нет состояния и что об отношениях ее с императором долго носились не совсем добрые слухи поэтому станет понятно почему приезжали толпятся около графини Кастиллионы в 1880 годы страдая от неврастении она затворилась в своем особняке на вандовской площади где стены были затянуты черным а зеркала занавешанные она не хотела видеть что с ней сделала время избегала чужих взглядов и выходила из дома лишь по ночам умерла в 1899 году в возрасте 62 лет от апоплексического удара похоронена на кладбище пьерла 6 большое собрание фотографий поступило в 1975 году музей метрополитен известный поэт символист дэнди роберде монтескию завороженной красотой графини 13 лет писал ее биографию она издана 1913 году а после смерти кастиллионе собрал большинство его фотографий 275 из них находится сейчас нью-йоркском музее метрополитен в 1955 году графини был снят одноименный фильм во флоренции на площади святого августина в 2000 году было установлено памятная доска в честь графини дикастиллион итальянским парфюмер сифано фричерри создал духи и графини дикастиллионы черты графини вошли в портрет кларинды героиня романа золя его превосходительство эжен ругу но вот так немножко вкратце о интересной женщине графини дикастиллион или просто ла кастиллион итальянские кортизанки и в общем фотомодели пока пока до свидания данные я брал из википедии и из интернета пока еще раз до свидания